доброе времени суток дорогие ими любимые зрители добро пожаловать на мой канал надеюсь вы рады что мы сегодня продолжаем проходить дра я и не бросаю ни в коем случае сейчас я подойду по разговариваю с пилотом чтобы освежить и вами и мне память что последнее было ну да в принципе я помню я просто чтобы освежит память так что я еще хотела сказать давайте вот эти видеоролика конечно я в конце говорю но я думаю конец пою слишком толки это видео до тянется на больше чем я обычно делаю видео поэтому давайте наберем 5 лайков для продолжения игры а мы пожалуй переступим обследовать территорию пока что студенческое общежитие в общем там где синие я буду читать обычным голосом в этот голос потеряю антикварная лавка и конечно понимаю эти хороший мальчик но все же заперта и они туда классных медпункт со динамикой на динамике путь спортзал спортзал здесь для особо одаренных да давай туалеты обследуем это женский туалет вроде бы это уборная но сейчас важнее пойти спортзал настенные часы сейчас чуть больше девяти часов я не могу пройти мой путь переграждает стальная решетка там до кассеты можно посмотреть да да цитает зал ави зал не тут булла оттуда я ушла с зал суда до зал суда эта дверь величественная отличается от стальных куда она ведет узнаешь со временем полотно зак заперта зачем я в круговую могла так сделать ну ладно пойдемте в круговую а точно поразговаривать смотри мэда ты тоже здесь похоже спортзал впереди похоже на спортзал значит это спортзал остальные последние за мной когда я вошел а спортзал мэда куну мы четыре раза сказали что это спортзал но наверно же это и есть спортзал мистер моё да вы не заметили ничего странного по дороге сюда странная месяца место действительно академии пик надежды мы должны были заметить других учеников и учителей но здесь никого нет кроме нас ну почему потому что это академии пик надежды она такая эта школа действует не на нервы разве нельзя было заранее сообщить о представлении сюрпризы тогда это был не было бы сюрпризом что ты скажешь я хотел бы исследовать побольше но пришлось идти сюда из-за объявления было следование полезным понятия не имею узнаем больше как зайду внутрь спортзал пятый раз мусорок я вижу тут на мода жаль а жаль что-то случилось вы выглядите не очень хорошо нет хотя может и случилось я все еще не понимаю что здесь происходит почему он такой безразличен такой человек кажется вот он лишен эмоций но рано или поздно человек все равно покажи эмоции кхм надо время так что не переживай по поводу этого и так у нас осталось ситаро мэйда кун опаздываешь все остальные уже вошли ты тоже должен войти я половину учеников упачиваешь даже не дошли до спортзал а ты кажешь половину все вошли уже это спортзал шестой раз что это спортзал есть только один способ узнать что происходит да входи странно мусорок нам а это похоже на торжественную церемонию пока ничего не произошло в академии пик надежды есть даже торжественная церемония для поступающих а почему никого нет где учителя как только тари закончил фразу без предупреждения появилась это я тут готовьтесь кринжовой озвучки вы ничего не сказали поэтому я оставляю такую озвучку я думаю что тут тоже буду моно крови мини кстати понравился даже больше чем моно кумы пока что ну что ж давно не виделись нет его бачила в первой части во второй части могу я начать раз уже все собрались наверно все собрались можешь начинать принципе приветствую всех я это было одновременно странно смешно и в то же время шутка она появилась так внезапно что все же потеряли дар речи это кукла разговаривает я не кукла я монокома ваш директор это монстр успокойтесь это скорее всего какая-то игрушка на радиоуправлении игрушка как мне становится больно когда меня так называют потому что я монокома не больше не меньше и не кукла и не игрушка что за шутки сейчас начинаем тишина всем торжественная церемония начинается для начала выражаю уважение ко всем вам ученикам найденными академии пик надежды вы действительно гений в своих областях буквально символы надежды разве не было бы ужасно если бы хоть один из вас получил травму поэтому в этом году академия решила принять особые меры безопасности и так если вкратце описать вашу школьную жизнь которую вы начинаете отныне вы будете жить вместе только в рамках этой школы наслаждайтесь школьной жизнью в гармонии и порядке что кстати срока окончания нет вы будете жить здесь вечно что думаете проще простого вечно он сказал вечно ой не волнуйся у нас много еды чудесные удобства в конце концов в нашем бюджете было много лишних денег кого это волнует почему мы должны жить здесь вечно ты врешь это точно ложь нет я никогда не вру просто живите здесь спокойно все оставшиеся жизнь это может быть еще кто-нибудь спасите меня никто не перейдет ни полиция не семья не какой-нибудь охотник на медведей это место полно полностью изолирована от внешнего мира изолирована тогда пластина на окнах и заблокированный выход были правильно конечно для всего этого это значит что столько бы вы не плакали тоже крошечка не жучучек не перейдет на помощь так что расслабьтесь и наслаждайтесь перебыванием в школе ну не слишком ли или шутки теперь раз уже розыгрыш раскрыт почему бы нам не провести настоящую церемонию жить вечно в этой школе что за чушь шутка розыгрыш чушь вы не верите мне ладно ваше право но будете ли вы также считать мои слова розыгрышем как-то проведете здесь пару дней это невозможно у каждого из нас дома есть семья друзья много вещей которые мы еще не сделали в своей жизни уже не буду такой возможности уже и буду еще он даст их сбежать значит вы хотите выбираться отсюда глупцы как страшный внешний мир будьте благодарны пику надежды за то что решили вас защитить лучше забыть об этом ужасном внешнем мире разве не можете жить здесь долго и счастливо выпусти нас отсюда будь там все ужасно боже ну и шум разве вы не сами решили пойти в эту школу вы должны были быть готовы к этому ну технически говоря у всех вас есть способ покинуть школу как мы можем выбраться я предвидел ваше желание и создал особое правило в случае если вы решите выбраться я назвал его условием выпуска правило простые наша совместная жизнь будет поддерживать гармонии но если кто-то нарушит эту гармонию то этому человеку разрешено выпуститься и покинуть школу нарушить гармонию нарушение гармонии означает что нужно сделать только одно убить другого человека другими словами убийство что ты сказал избить за колодца резать это же яйца давить расшлинить утопить перехлопнуть проклясть неважно как лишь тот кто убьет другого покинет это место это все что нужно знать все идет так быстро что войбоск не успевает догонять убийство ты свихнулся если хотите уйти убейте кого-то и выкройте классный суд потом свобода будет вашей классный суд классный суд это место в котором происходят фантастические противостояния почерневших и чистых для раскрытия правды о повествии тут еще не мороется и классный суд на классном суде обязаны присутствовать все ученики на суде вы должны обсуждать кто из вас почерневший и результаты вы узнаете голосование в конце суда если вы правильно выберете почерневшего только он разрушивший гармония будет наказан а остальные продолжат свою собственную жизнь а совместную жизнь если же выберете виновным не того то почерневший обманувший всех избежит наказание а все остальные чистые будут наказаны в этом случае почерневший выпуститься и покинуть школу а ваша совместная жизнь закончится это все правила классного суда но это так то тогда что за наказание которым вы говорили что касается наказание разве возможно какое-то наказание кроме как казни казни не финальный финале классного суда проигрыша вас ждет горящее пламя искры электричество протыкание на наску с мечами или палочками от еды но вас ждут увлекательное наказание в этом ада буду классный нас их наказание да монакума гарантирует веселье так что чтобы это обидеться лучшего надо использовать самые худшие способы купить другого чтобы уйти отсюда как только я слышал эти слова мы спине пробежал холодок я чувствую что мое тело мне не принадлежит это нелепо почему мы должны убивать именно не говори глупостей глупости человеческое тело на удивление очень хрупко так что убийство вовсе не чепуха нет нет в этом нет нравственности как можно убить человека а вот так запросто какой умный адвокат с такими умными словами я вас не заставляю вас есть свобода выбора убей и уйти или не убей и оставайся здесь навсегда это просто безумие нам что ли не остается ничего кроме как жить здесь бло 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 что вы так много болтаете выпустите нас это чушь повторяете одни и те же слова снова 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 и снова вы не понимаете сейчас эта школа ваш мир и ваш дом Я даже вам сказал, как выбраться, но если вы собираетесь и так же жаловаться, просто умирите. О, сейчас начнется, махач. Эй, хватит уже гавкать. Гавкать? Нет, я медведь, поэтому это медвежье рычание. То, что ты сейчас совершаешь, это преступление, похищение, незаконное заключение, побуждение к убийству. Тот, кто управляет тобой, сумасшедший. Никто не управляет мной. Монокома, дикий медведь. Оу. Не, прошло и пара секунд, как Кинджи влетел на сцену к Монокоми, схватил его и толкнул его прямо в стенки. Оу, что это? Насилие над директором? Противоречие правилам. Закрой свой рот, я больше всего презираю таких преступников, как ты. Лучше прямо сейчас освободи нас и сдайся. В совместной жизни нарушение школьных правил тяжелый грех. Ты хочешь быть наказанным? Не меняй тему, больной ублюдок. Кто тобой управляет? Кинджи был крайне серьезным. То он выглядит таким и во время представления, но сейчас он показал себя честным человеком, который искренне стремится наказать зло и добиться справедливости. Сейчас он выглядит крайне надежным. Ты пользуешься правилом хранить молчание? Что бы ты ни делал, мы... Вы слышите странный звук? Отойди. Что? Вот подарок сюда. На святого макалайчика. Ой, да. Я к нему щедрый, фанна накума. Выстрелы откуда? Смотрите, на потолке. Камера наблюдения. К ней прикрепленный пулемет. Не может быть настоящий пулемет. Конечно, зачем мне поддельные пулеметы? Ты чертов преступник. Ты пытался убить меня? Ага, я. Нарушение правила смерть. На этот раз буду щедрым. Но твое последнее предупреждение. Камера богу делает... Камера по всей школе не только будет следить за вами, но и мгновенно отреагировать на любые действия. Нарушение школьных правил. А, нарушающие школьные правила. С этого момента будь осторожным. Особенно ты, полицай. Значит, всего это правда? Тогда что же нам делать? Проще просто. Ты не слышу, что я сказал. Жить в этой школе вечно. Это правило. Если хочешь уйти, убей. Из следов пулемета, из которого чуть не застрелили кинжа, все еще выходил дым вместе с запахом пороха. Проникая в нос, этот запах показал, что мы больше не в нормальном мире. Ах, наконец-то тишина. Какие хорошие детки. Ах, а что ж аратуется. Итак, торжественная церемония подходит к концу. Разрешите вручить вам всем подарок на память о вашей поездке сюда. Это электронный справочник только для учащихся этой школы. Для его создания использовали новейшие технологии, что делает его абсолютно уникальным. Электронный справочник в жизни необходим в школьной жизни, так что не теряйте его. И при запуске проверьте, ввечивается ли ваше имя. Это необычный справочник, который вы можете подумать. Он полностью водонепроницаемый и достаточно крепкий, чтобы выдержать вес в 10 тонн. Внутри также содержатся школьные правила, так что ознакомьтесь с ними. Напоминаю нарушителям, небо и пощады. Правила могут ограничиваться, но также защищают. Без правил общество превратилось бы в хаос. И эта шкала не исключение. Поэтому надо срока наказывать правонарушителей. Итак, церемония подошла к концу. Желаю интересной и плодотворной школьной жизни. До встречи. Испарился. После этого манакома внесапно исчез. Исчез мгновение ока. Раньше я был бы шокирован. Но в нынешней ситуации я чувствовала, что... Ничто не может меня удивить. Все мы молчали и не двигались. Смотрели в пустоту. Это все сон? Наверняка. Это же не может быть чем-то реальным. Правда? Что? Что за... Простите меня. Я полицейский. Но мне пришлось позволить этому преступнику сбежать. Круть, 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 круть. Делают круть. Я к минице озвучиваю. Да я. Ну тогда... Что нам теперь делать? Ответ найдется. Лишь мы вместе разберемся в ситуации. Вместе или нет, все равно уже все произошло. Но мы не можем быть в таком настроении вечно. Для начала, что сказал мистер Монокомо? Он запер нас в этом странном месте и сказал, что мы будем жить здесь вечно. И если нам не понравится, если мы хотим уйти... Мы должны убить кого-то. Это просто смешно. Убить кого-то? Мы не можем жить здесь вечно. Но убивать другого человека значительно хуже. Это ведь всего лишь шутка. Правда? Сейчас кто-то выпрыгнет с камеры и скажет, попался. А мы все разоримся смехом. Да, это пранк. Нет, это не пранк. Это реальность. Я тебе огорчу. Когда вы перестанете отрицать то, что произошло, сейчас важно не проверять реальность произошедшего или ныть от отчаяния, как дети. О чем нам действительно стоит подумать? Если среди нас человек, который серьезно относится к словам Монокомо. По-любому есть. И он среди этих пятнадцати учеников. От холодных, но проницательных словом Микару все замерли и посмотрели друг на друга. Никто не смог сказать ни слова. Мы оглянулись, как будто пытались посмотреть внутрь друг друга. Некоторые смотрели на других с какой-то настороженностью. Только тот, кто убьет другого, сможет покинуть это место. Сначала мне казалось это чушью. Я подумал, неужели люди зайдут так далеко, чтобы просто выбраться. Ну а потом я осознал, что был очень наивен. Что если кто-то предаст нас? Что если кто-то действительно убьет другого человека ради собственной жизни? Ну, такие люди. По натуре и не по натуре. С этого зловещего чувства началась моя новая школьная жизнь. Полное отчаяние школьной жизни в Академии Надежды. Конец пролога «Эволюция отчаяния». Я заметила, когда я снимаю третью часть, выживших осталось 15. Может я посмотреть пока картинки выживших. Когда наступает третья часть, ну, кроме Ванна Краус, то у меня кончается пролог, и на 100-й следующая глава. Это моя комната. Сейчас я в Стучинском общежитии, но мое сердце все еще колотится. И это неудивительно, ведь я только что пережила торжественную церемонию в спортзале. Новая школа, новые друзья. Мы должны были начать замечательный учебный год, но вместо этого мы потеряли сознание и оказались здесь, в ловушке, в изоляции от нижнего мира. И что еще хуже, убить у другого человека, чтобы выбраться отсюда. Из-за этого мы начали настороженно относиться друг к другу, разозлившись, решили исследовать школу. Я не знаю, найдем ли мы выход, или какой-нибудь способ сбежать. Да и к тому же, мы даже не знаем, как выглядит здание. Когда мы вышли из спортзала, большинство запертых дверей уже были открытыми. Потом мы решили расстелиться и опускать разные части здания. Ахи, понял, а ты никуда не пришел. Когда я вошел в Стучинское общежитие, мое внимание привлекло эта комната. Чем она тебя так привлекла? Потому что там твое имя написано. На табличке у этой комнаты было написано Юхи Маэда. И это еще не все. В коритории было полно комнат с именами других учеников. В дверном замке под ручкой каждой комнаты был свой ключ, также отмеченным именем. Давайте осмотрим эту комнату. Так, в первом деле я бачу мусорку. Мусорка это святая, надо проверить. Обычная мусорка, когда я открыл крышку, внутри не было ни одной пылинки. Ссора постаралась. Камера наблюдения здесь, что тоже пулемет? Конечно. Похоже, я не смогу уединиться в своей комнате. Камер среднего размера. В первом ящике ножницы и клей-карандаш. Вряд ли они мне пригодятся. Часы. Время чуть больше двенадцати. Я не могу быть уверенным. День сейчас или ночь. Ну, наверное же день. Письменный стол. Рядом стол. В ящике стола лежат блокнот и ручка. Стол. Похоже, сделан из высококачественной древесины. Его поверхность блестит. Так, что это на столе лежит? Странная записка. От директора Монагумы. Замки комнат спроектированы так, что их нельзя взломать. Копию ключа сделать сложно. Потому, пожалуйста, будьте осторожны и не потеряйте его. Душевые комнаты готовы к использованию. Но имейте в виду, что в ночное время вода будет отключена. Кроме того, изнутри можно закрыть только женские душевые. Основные принадлежности, необходимые для школьной жизни, предоставлены. Проверьте наличие блокнота и ножниц, клея и письменные ручки в ящике. Рекомендую использовать ручку и ножницы. Из них можно выйти. Отличное оружие. Все остальное, что будет необходимо для вашего удобства, доставим позднее. Расслабьтесь и наслаждайтесь перебыванием в школе. Ой, да, прям расслаблюсь. Ничего, кроме бесполезных каракулей. Я скомкал записку и выбросил ее. А ну? Да ты ж выбросил, где придав подобность. Чего в мусорке немало всей записки? Удобная кровать. Неужели мы и правда должны будем здесь жить? Ну, та же кровать поставили в наших комнатах. Конечно, чтобы вы здесь спали. А огнетушитель? Красная огнетушитель на случай пожара. Телевизор висит на стенке. Я попыталась его включить, но ничего не произошло. Эта комната действительно выглядит пригодной для жизни. Но у меня нет времени. Здесь не было никаких подсказок. Я просто заберу ключ и отправлюсь в другое место. Так, а что ж, дорогие друзья, я буду с вами на этом заканчивать. Сейчас надо выбрать место, где хорошо закончить можно. Закончить хорошо можно. Нет, тут погано, я думаю, я к телевизору, но за столом нет. Давайте возле ссоры. Я все-таки верю, что ссора рядом со мной. Я чувствую ее энергетику. Итак, на этом шепреском моменте я, наверное, буду заканчивать. Кстати, надо нарисовать арт. Да-да-да. Я выложу потом в сообщество. Что ж, дорогие мои любимые зрители. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Вы молодцы. Ждем 5 лайков для продолжения прохождения дра. Доброго времени суток. Берегите себя и своих близких. Всех люблю, целую, обнимаю. Поехали. Спасибо.